В соответствии с указом губернатора с 2013 года на территории Среднего Урала отмечается государственный региональный праздник – День пенсионера Свердловской области. В этом году он пришелся на 28 число. С материалом Лидия Голубева. Хоть праздник и назывался День пенсионера Свердловской области, но энергия, активность и позитивный настрой людей, собравшихся вчерашним утром в концертно-спортивном комплексе, говорят о душевной молодости и жизненном оптимизме старшего поколения. На презентацию проекта «Новорайское долголетие» в ходе рабочего визита в город заглянул и губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Многочисленные площадки с мастер-классами, дегустация продукции новорайских предприятий, выставка букетов из выращенной своими руками продукции и, конечно же, презентация программы «Новорайское долголетие» во всем ее разнообразии – это самые интересные моменты праздника. Это наш праздник, именно государственный региональный праздник с 2013 года в соответствии с указом губернатора. Это такая наша традиция хорошая. На Уральской земле очень интересная появилась программа «Новорайское долголетие». Нарабатываются интересные новые традиции, поэтому вот здесь такое внимание сегодня к вашему городу. Здесь столько возможностей получить разных консультаций на слободневную тему. И у специалистов социальной службы, и специалистов медицинской службы, и коллеги вот с банковской сферы оформляют единую социальную карту. Поэтому очень много разных услуг, сорточных в одном месте. Практики. Мы часто говорим о распространении практик. Есть какие-то изюминки, которые можно взять? Вы знаете, на самом деле, взаимобогащение разными практиками – это абсолютно правильная история. И вот это вот черпать, такой колорит местный, изюм местный, так называть, изюминки, можно везде. А когда это потом все перемешивается, мы становимся просто богаче, мы становимся богаче и эффективнее. Конечно. С праздником вас! Свои образовательные программы представили дошкольные учреждения Новоуральска. Например, Мадоу Росток уже год участвует в программе «Новоуральское долголетие». Увидеть мир глазами ребенка, познакомиться с играми – это возможность для старшего поколения стать ближе со своими внуками. Вместе со своими внуками бабушки и дедушки могут вовлечься в эту увлекательную деятельность, поиграть, познакомиться с новыми видами конструкторов. У нас используются и конструкторы магнитные, магникон, и конструкторы тика, и конструкторы кубора. Есть у нас еще художественное творчество, и бабушки с дедушками делают самые разные поделки. Говорят всегда, спасибо, что вы нас познакомили, что же еще можно, чем можно занять наших замечательных внуков. Бесплатную фотозону для посетителей организовал фонд «Русь». В активе фонда в этом году многочисленные благотворительные акции – сбор продуктов для людей в трудной жизненной ситуации. У нас праздник, день фестиваля Новоуральского долголетия, поэтому мы решили сегодня сделать жителям города праздничный подарок. Мы организовали для них фотозону, в которой они могут фотографироваться бесплатно и получить наши фотографии на сайте. Отдельным подарком для ветеранов стала возможность продегустировать и продукцию новоуральских производителей. Во-первых, молодцы, что есть возможность действительно познакомиться с продукцией и попробовать. На самом деле, когда приходишь в магазин, такой возможности нет. Если ряд продукций мы знаем еще со времен, когда эти наши предприятия были нашими, и сейчас сравниваешь, что была, какая продукция, какая стала. Замечательно. Смотрю, вы хлебушек взяли. Уже что-то удалось попробовать? Вот этот хлеб очень вкусный. Очень. Поэтому ешьте черный. Почтите с продукцией новоуральских предприятий? Конечно. Молочный, колбасный и хлеб. Все берем новоуральское. Очень неожиданно, оригинально. Мы очень довольны, конечно. Но я попробовала сыр колбасный. Вкусный, очень вкусный. Впечатления просто невероятные, изумительные. В общем, все замечательно, все хорошо. Все вкусно и красиво. И мы творчески позанимались, поработали. Вот видите, такие поделки сделали вместе с детьми. Вам понравилось? Да. Да? А тебе? Да, очень понравилось. А что сделала своими руками? Ну вот, например, ложку. На праздник приходили целыми семьями. Ведь такие площадки – это возможность пообщаться, узнать много нового, познакомиться с интересными возможностями досуга и новыми социальными проектами Новоуральского городского округа. Учреждения, которые в течение года работали с нашими ветеранами, пенсионерами, людьми старшего возраста – это учреждения культуры, спорта, образования. Они в том числе проводят сегодня мастер-классы, как говорят сейчас, презентуют или показывают свои направления работы. Но сегодня с нами здесь еще очень много других учреждений ведомств. Здесь есть место или мастер-класс, который проводит медико-санитарная часть. Здесь есть медицинский колледж, здесь управление социальной политикой, здесь учреждения культуры, которые сегодня предложат билеты, может быть, льготные нашим жителям. Еще я бы хотела сказать, что за пределами КСК тоже праздник на самом деле продолжается. В течение недели три бесплатных киносеанса представил наш киноцентр «НЕЕВА». Средства из резервного фонда главы выделялись, поддержала администрация города наших новоуральцев. И работает до конца месяца, а затем продолжим в сентябре, если будет необходимость, корзина добра в магазинах города. Для тех жителей, которые нуждаются особо, не могут сегодня сюда прийти, другие новоуральцы могут оказать посильную помощь. Вообще, когда мы в мае собирались первый раз и задумывали этот праздник, хотели сделать именно праздник. Независимо от того, что мы умеем или не умеем, делаем или еще не делаем. То есть постарались сегодня все здесь представить максимально. И в том числе мы привлекали наших активных жителей, садоводов, выставки цветов. Совершенно уникальная получилась выставка. На улице сейчас представлен букет, еще будет конкурс, еще будет победитель. Поэтому столько замечательного, мне кажется, прекрасного сегодня здесь, в этом месте. Внимание людям пожилого возраста, конечно, не дело одного дня. Это продуманная политика в области жизнесбережения граждан, создания возможностей для счастливого и активного долголетия. Лидия Голубева, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.